8 часов и 13 минут в Москве. Доброе утро. Лев Ганкин, антистового Дарья Гордеева. И к нам присоединилась наша гостья, психолог, тренер Татьяна Мужицкая. Здравствуйте. Доброе утро. Рады вас видеть. Смотрите ли вы футбол, Татьяна? Я вот нет, не смотрю, но мне очень нравится вся атмосфера в городе, которая происходит, вся вот эта вот как раз совершеннейшая наша столица, которая превратилась в какой-то центр мира, вообще другая атмосфера. Ну смотрите, мне как раз кажется, что психологически это какая-то оздоравливающая, очень благотворная ситуация. Конечно, потому что это то, что замечают наши люди, возвращаясь откуда-то из-за границы, из Европы, что там люди улыбаются, а у нас все ходят с такими покер-фейсами. Это с паспортного контроля начинается, я вам скажу, непосредственно. И вот здесь как раз, я тоже себя на этом ловила, а сейчас как будто за границу ты куда-то приехал, и не внезапно, но все говорят при этом по-русски в основном. Ну я бы не сказала. Я вот прошлась тут несколько дней назад, выходные по центру Москвы, я вообще русской речи уже не услышала. Я думаю, как круто. Я скорее про то, что наши люди тоже стали так выглядеть, что ты думаешь, что это какое-то иностранное лицо, а оно говорит по-русски, ура, вот я про что говорю. Наши тоже стали гораздо счастливее. Психолог, тренер Татьяна Мужицкая в этом часе с нами, напомню наши координаты, плюс 7903-797-6333, это смс-портал и ватсап, можете звонить в студию, если у вас есть вопросы, 730-101-495, код Москвы. А говорить будем как раз в этом часе про вкус жизни, так обозначили мы эту тему, который футбол, например, вполне вписывается сюда. Я скажу нашим слушателям, которые еще продолжают по инерции задавать футбольные вопросы, мы к футбольной теме вернемся еще сегодня, у нас во втором часе будет комментатор Григорий Твалтвадзе в гостях, тут-то мы и озвучим как раз те вопросы, которые сейчас уже пришли, так что просто, если хотите узнать наше мнение или какие-то ответы, то дождитесь. Главное, придет профессионал, который сможет вам достойно ответить, потому что мы, конечно, только на эмоциях держимся. Татьяна, ну что расскажете нам про вкус жизни? Ну а что тут, ведь вопрос такой, что чемпионат, когда закончится, как это сохранить? Вот, 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 как, вот и расскажите нам, как это сохранить. Есть у вас советы, да, как вот это в себе внутри? Я вообще уже с ужасом представляю, что закончится чемпионат и опять вот какой-то начнется такой отходняк и рутинное существование. Ну, отходняк всегда случается, конечно, потому что когда большой выброс таких эмоций случается, после этого, ну, это, наверное, все знают этот момент, что после этого нужно какое-то спокойствие, тишины и чего-то еще, чтобы как-то это все в себе уложить. Ну, еще долго будут, я думаю, обсуждать и матчи, и фотографии публиковать, и все остальное, и какое-то вообще вот именно проживать вот это, потому что мы так быстро все живем сейчас вообще, ну, мы не во время чемпионата вообще, что мы не успеваем переварить какие-то события, что мы просто одно на другое, на третье, на четвертое, вот там максимум со скоростью инстаграмных фото все это происходит. А чтобы это прожить, на это нужно время, и это, кстати говоря, один из вообще синдромов современного города, что люди не успевают вообще ничего прочувствовать, что с ними происходит. И отчасти как раз вот эта потеря вкуса жизни, почему говорят, что москвичи отморожены, я всегда ужасно ругаюсь на тех, кто так говорит, потому что, условно говоря, отморожены совершенно другие люди должны быть по идее, там, по стереотипам. Но я понимаю, о чем вот этот вот посыл, ровно о том, что мы не успеваем ничего прочувствовать, что человек, ну, там, эмоцию какую-то поверхностную выдает и бежит дальше, ему некогда. Но это же накапливается внутри, и тогда потом человек, собственно, вдруг на него нахлынует, вот это вот как раз отходняк, это нормальный совершенно цикл, чтобы человек успел это все переварить, прожить и прочувствовать. И вот как раз, если это делать не так быстро, вот вы уже, я смотрю, собрались, и тот матч посмотрите, и тот, я слушала вас сейчас, подъезжая, и вот это, это прекрасно, с одной стороны, чтобы успеть все. А так турнир устроен, у нас никто не спрашивает. Да-да-да, понятно, понятно. Ну, только если, только если у вас есть выбор, там, допустим, если вы, ну, как некоторые болельщики, они следят только за одной командой, и вот с ней проживают все, да, и вот когда есть выбор, сразу там, условно говоря, 10 штук каких-то там событий посетить или одно, но очень качественно, это вот всегда непонятно. И здесь я буду вас призывать, как ни странно, к какому-то, хотя это вы сейчас будете говорить, что я вообще враг страшный, буду вас призывать к небольшому замедлению темпа жизни и глубины вот этого, к большей глубине ее проживания. Ну, например, вопрос очень простой к нашим телезрителям, слушателям и тем, кто смотрит, я имею в виду, футбол и так далее, это очень интересно. Почему, например, вот те, кто сидит на стадионе, вроде бы, они видят хуже, да, ну, то есть там комментатора у них нет, все, но почему они больше эмоций получают, хотя они могут не все понимать? Потому что массы рядом, во-первых, от соседей, от толпы драйв, а еще, а еще потому что они в этот момент выключают телефон, потому что они не отвлекаются ни на что. Тот, кто сидит у себя на кухне, он заодно может залезть еще быстренько в компьютер, а еще там быстренько приготовить еды, а еще там обсудить пару еще с кем-нибудь там каких-то других вопросов, и на это все время из процесса выскакивает. А, эти сосредоточены. Да, то же самое, почему фильм в кинотеатре просмотр дает совершенно другой эффект, чем дома, потому что ты в кинотеатре, на этом сосредоточен полностью, и, собственно, если мы хотим такого качественного прогружения и проживания жизни с удовольствием, достаточно первый совет, совсем простой, на время встречи с друзьями, общения с детьми, ужина с любимым человеком, просто семейный ужин, все выключили телефоны. И в этот момент приходится вообще быть в этом, получать удовольствие от еды, друг друга замечать вообще как-то. Ну, кстати, а по поводу вот этого эффекта того, что очень многое насыщено, а потом вдруг наступает, как вот здесь действовать? Потому что даже на неделе, например, вот пять дней очень многих людей, они перенасыщены всевозможными событиями, работой, семья, дети и так далее, наступают выходные. И в выходные включается так называемый, если я не ошибаюсь, синдром менеджера, когда ты просыпаешься, и ты понимаешь, что ты не знаешь, что нужно делать, потому как вроде ничего делать не надо, а темп вот этот вот обычный в тебе еще есть. И что? Да, ну, сразу вспоминается анекдот, что Штирлиц напоил кота бензином, кот прошел четыре шага и упал. Бензин кончился, подумал Штирлиц. На самом деле синдром менеджера часто заканчивается ровно тем, что он прошел четыре шага и упал, и спит. Человек спит целое воскресенье, и вообще, говорит, никто мне не звонит, или, например, целую субботу. И это совершенно нормально, потому что... Вообще, на самом деле, я вам скажу, я просто делаю точно так же. Да? Да, я в субботу, в пятницу заступаю. Менеджер Титова. Да, и к вечеру просыпаюсь. Но мне так жалко это время. Вот. И вот самое главное здесь вот что. Это не могу не рассказать. Я часто цитирую «Стишки-пирожки», такой интернет-жанр. Оксана думает, что если все делать чуточку быстрее, то перед смертью будет время поделать что-нибудь еще. Вот это очень опасная такая тенденция, потому что поделать что-нибудь еще, ну, может, кончится бензин. Вот в чем опасность. Поэтому совершенно нормально, что есть циклы, там, вдох и выдох. И это очень важно себе это время предоставить и иметь на него право. И в этот момент очень часто современный человек, который быстро бежит, он говорит, как же так, я целый день, я вообще ничего не делал, я там сидел на берегу и смотрел. Это вообще медитация называется, например, как можно так говорить, я медитирую сегодня. Но это необходимая физиологическая такая совершенно история, чтобы заполнить свои батарейки, зарядить их. Потому что, ну, я не знаю, есть на эту тему тоже такой анекдот, как в многодетной огромной семье, там, мама, у которой там была куча собак, кошек, там, пятеро детей, муж-писатель, если вы понимаете, о чем я, это чудовищно, добро работающий. У него там полупарализованная мама, она за много лет ни разу ни на кого голос не повысила. И там все пытались понять, в чем ее секрет, а секрет ее оказался ровно в том, что она запиралась на полдня в среду и никому не открывала ни на какие, вообще ни на какие, не отзываясь. Там, а, я обкакался, неважно вообще ни на что. И никто не знал, чем она там занимается. Но однажды так получилось, что была открыта дверь, не заперта, и все ввалились случайно там в ней в комнату и увидели, что она лежит на кровати, с зеленой маской на лице, а у нее на животе стоит ноутбук. И она смотрит «Игру престолов», такой шестой сезон, справа чипсы, слева там шоколадные конфеты. И они сказали, мама, ты что тут делаешь? На что она сказала, так, дети Ша вышли отсюда, я вам тут делаю счастливую маму. То есть, это можно себе задать вопрос, я вообще где насыщаюсь-то, как я заряжаю свои батарейки? И если вы считаете, что, на что я потратила время, ну давайте будем ругать машину за то, что мы тратим 15 минут на заправку. А, зараза такая, какого фига, а телефон вообще сволочь, сколько часов ему надо стоять там в розетке, чтобы он зарядился, вот засранец какой. Но так же нельзя, поэтому вот по отношению к себе у нас иногда какое-то такое отношение, как будто мы эксплуатируем, не знаю, прибор, который выкинем одноразового действия. Вот сейчас мы его доиспользуем и выбросим, ну, смотря сколько вы хотите им пользоваться. Хорошо, ну у нас, понятно, со вкусом жизни вроде тфу-тфу-тфу проблем нет. Я надеюсь, что да. Ну, раз, видите, остановиться даже не можем. А у тех, у кого есть, например, люди, которые просыпаются с утра, и вот они уже, все, им ничего не интересно, футбол этот нам не нужен, вообще погода, да жарко сегодня. То холодно, да. Вот что вообще, какие можно рекомендации, ну, наверное, даже родственникам этих людей? Здесь есть, опять же, ну, как всегда, там камень, где налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. Если это совершенно клиническая история, такое вполне может быть, и, слава богу, у нас... Это депрессия, да? Да, это может быть депрессия, это может быть нервное истощение, вот как раз синдром того, что бензин кончился. Особенно, когда человек еще хочет бежать куда-то, ему говорят, ты бы немножко нервы подлечил бы, чуть-чуть, он говорит, да вы что, мне некогда мне сдавать проект, ну, может наступить нервный срыв. И что меня радует, что общество уже вполне достигло того уровня, когда не стыдно, не стыдно полежать в больнице и нервы полечить. Это уже там популяризируется, что действительно очень многие топ-менеджеры западные не скрывают, говоря, что да, у меня была депрессия, я пропил курс там, я пролежал в больнице, это совершенно нормально. Это не как у нас, когда раньше поелись в психиатрию, ну, все, теперь это диагноз на всю жизнь. То есть это вообще точно такое же ТО, как иногда надо проверять свое состояние здоровья, в том числе и нервной системы, для того, чтобы его поддерживать на каком-то уровне. Это вот один вариант. А есть еще два других, один этот, который, почему-то человеку выгодно так себя вести, и иногда надо задать себе вопрос, а какую я сейчас выгоду получаю? Вот когда я вот это все говорю, что вот это все не то, это все не так, погода не та, то есть я это делаю зачем? И может оказаться, что в этот момент рядом есть несколько человек, которые начинают тебя очень жалеть при этом и сочувствовать, и говорить, да, вот надо же, вот всех радует, чемпионат, а тебя нет, ты бедненький. Ну, ничего, и дальше там есть какая-то альтернатива, которая оказывается сильно вкуснее. Ну, например, этот близкий человек, если ты вдруг начнешь радоваться и жить активной жизнью, перестанет так к тебе относиться. И иногда нам кажется, что это единственный вообще способ удержать внимание какого-то близкого человека. То есть такая форма манипуляции? Ну, да, и не всегда осознаваемая самим человеком, да. То есть быть бедной деточкой очень иногда выгодно, чтобы о тебе начали заботиться. Иногда, кстати, это прямо комплекс формируется с детства родителями, когда мама так хочет заботиться или папа, или бабушка, что они говорят, нет, ты без нас не справишься, и всячески доказывают, что человек сам не может ничего сделать. Ну, и, собственно, он выбирает играть в эту игру, теряя радость жизни, но зато приобретая огромное количество заботы. И в этой ситуации, если это так, то в этой ситуации этому близкому человеку что делать? Тогда получается не играть в эту игру, не заботиться и не жалеть? В этой ситуации близкий человек как раз вряд ли это сделает. А вот сам человек, если это осознал, так вот его задача как раз понять, а единственный ли это способ получения внимания, потому что все остальные, может быть, живут как-то еще. И вот как раз это заняться собой, там, почитать психологические книжки, послушать вот психолога на серебром дожде, это, может быть, недостаточно, но заняться собой и пойти, может быть, к психологу действительно. И просто для начала посмотреть, что есть еще в жизни, какие есть еще способы получить внимание, и посмотреть, как живут другие люди. Вот что интересно, то есть выглянуть туда, в тот самый странный мир. А третий способ бывает такой, когда человек просто загнался и забыл про себя. То есть он все на самом деле умеет. Я вообще в лучшее всегда верю в людях, что все мы все можем, правда. Но в какой-то момент просто это же очень забавная штука, так устроено мышление, что оно обобщает все. Вот очень просто доказать, что уже сегодня вообще ужасный день. Совершенно чудовищный. Возвязать четыре факта любых. Например, там, кто-нибудь наступил кому-нибудь на ногу, будильник прозвонил там позже, не знаю, жара, опять же, да, пробка была, вот, авария передо мной случилась прямо на третьем кольце, какой ужас, все. И дальше вот если я на эти три вещи обращаю внимание, то очень легко мышление тут же делать, а, ну, все плохо. Фон негативный становится эмоционально. Да, и вообще вот как только вы у себя услышите у себя такую фразу «все плохо» или «все, день не удался», знаете, это обобщение. Значит, надо уточнить, а что конкретно-то случилось. И кроме этого, что я вижу еще? Вот я готова в такую игру сыграть сейчас, ну, она вообще старая и детская, но могу и со всеми радиослушателями, но главное с вами, конечно, Дарыча, ведущая, потому что вы тут. И могу я вас попросить очень быстро отвечать на вопрос, очень быстро. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте, какого цвета снег? Белого. Какого цвета лист бумаги? Белого. Какого цвета там белые халаты? Белого. Какого цвета обычный потолок? Тоже бывает разного, но бывает белого. Ну, обычного, да, стандартного, да. Что это, вид коровы? Да, я знаю, но я должен сказать молоко. Ну, да, это, да, ну, вы можете так и не говорить, но все равно вы об этом подумали. Да-да-да, это ассоциативный ряд работает, конечно. Вы все равно об этом подумали, да. Так, возможно, наши радиослушатели успели сказать до того, как Лев включил свой, ну, Лев профессионал, тут все понятно. Вот, но, тем не менее, образ все равно возник. Вот это обобщение, это очень опасная штука, с одной стороны. С другой стороны, кто нам мешает, тот нам поможет. Вот, все просто, можно прямо начинать с вечера, за вечер делать такую очень простую подборку, пять хороших событий, которые со мной произошли за день. Причем, что такое хорошее событие? Это не обязательно, что наша сборная выиграла, вот это событие. Хотя это тоже событие, наверное. Да, это очень событие, но некоторые пусты люди, они думают, что вот это событие, а там, если ничего не происходило такого масштаба, то вроде как и нет никаких событий, все обычно. Но я еще раз говорю, что если мы не будем так быстро бежать, а становимся на уровне обычной человеческой жизни, то может оказаться там, не знаю, что вот на мне там любимая одежда, которая мне очень нравится, и по-прежнему нравится, я сегодня когда там одевалась, вот мне все... Это вполне себе годится как номер один, допустим. Или там, сегодня я пила очень вкусный апельсиновый сок, вот тебе номер два. И там, улыбнулся мне сосед, когда ехал со мной в лифте, вот тебе и номер три. Или просто, да, нашлось парковочное место, очень удобное, ура, номер четыре, уже. И как-то уже пятое находится легче, потому что нашему уму надо все время задавать вот эту вот самую линию, по которой, чтобы он набирал обобщение. И это как раз просто на уровне, я сейчас странную вещь скажу, просто на уровне принятого решения. Хочу же, и дальше ты говоришь, хочу завтрашний день таким же хорошим или лучше. А завтра хоп, и понеслось. Собака съела туфель, что-либо там еще. И попробуй найти тут радости жизни. Вот, и это, вот, 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 спасибо. И это как бы говорит, что больше ничего не происходит. А на самом деле происходит. И туфли по-прежнему удобные, и сок по-прежнему вкусный. Но ум уже вас пытается увести, что все теперь... Просто когда настраиваешься на то, что вот завтра будет прекрасный день, все наперекосяк вообще пойдет. Это так всегда происходит, как будто вот этот закон подлости срабатывает в такие моменты всегда. С законом подлости все, конечно, да, это я понимаю. А когда ты думаешь, ой, нет, все будет плохо завтра, я вот даже не буду настраиваться, и все как-то хоп-хоп-хоп, и положительно складывается в твою пользу. Это особый секрет. Потому что вы теми, да. Если у вас есть, отлично. Если вы знаете, что у вас так, значит, надо ровно эти волшебные слова и говорить. Но мне больше интересует в данном случае то, что в конце происходит дня, когда вы подводите все равно анализы. Вот как раз, на самом деле, это очень быстро привычка формируется. Даже не надо 21 день, как пишут там великие ученые, а достаточно неделю поискать. Несмотря на все события, вечером просто усилием воли найти несколько того, что тебя порадовало в течение дня, даже если с утра все не задалось, даже если вообще вот все, сожрали туфли. Ну, как минимум, это значит, что у вас есть собака. И туфли. Уже неплохо. Татьяна Мужицкая с нами в этом часе. Психолог и тренер. Да, наш телефон 730-101-495, код Москвы. И плюс 7903-797-6333. Все ваши вопросы зададим в следующие полчаса. И да, звоните. Да, сейчас не можем уже принять звоночек. Но через несколько минут сможем. Созвездие Льва. 8 часов 39 минут. Здесь понятно, что есть такая формула. Эмоция равна факт минус ожидание. И это действительно так часто бывает, что если я прям супер задрала ожидание, жду, что вот все очень должно быть хорошо, а оно просто обычно, так мне уже не нравится. И да, иногда так друзья портят впечатление от книги. Это потрясающая книга! Начинаю считать, ну книга и книга. Так, в общем, может она бы даже и понравилась бы мне, если бы не было. Да, если бы не ожидать, что это будет потрясающая книга. И поэтому я не про ожидания говорю. Я говорю про принятые решения. Вот какое. Что событий может быть много. И я прошу не то, что я... А, завтра будет супер день. Я прошу просто, чтобы человек, как такой хороший бухгалтер, просто замечал галочками те хорошие события, которые с ним за день произошли. Вот о чем я говорю. И это будет иметь накопительный эффект. Да, это точно будет иметь накопительный эффект, во-первых. Во-вторых, это как стрелку поезда перевели, чтобы он начал по этим рельсам ехать. Потому что на самом деле, правда, уму совершенно все равно, как фильтровать. Он фильтрует постоянную информацию в зависимости от тех рельсов, на которые вы его поставили. Вот если, ну я, по-моему, в прошлый раз уже проводил этот эксперимент, но еще раз проведу. Если сейчас все радиослушатели и вы тоже просто сейчас оглянитесь и запомните все предметы, там, не знаю, красного цвета, которые здесь есть, а потом попросить вас закрыть глаза и вспомнить все синие предметы, которые здесь есть. Вы начнете смеяться и говорите, Тань, ну ты же сказала запомнить красный. Скажу, да, но синие-то все равно были. Вот я о чем говорю, что это не все равно, как мы ставим вот это вот, по какой оси мы обобщаем вот эту всю историю. И это как раз вполне может быть принятым решением. Вот это как раз то, зачем сознание и воля нужны человеку. 731-495, Кот Москвы. Давайте уже, наконец, примем звонок, оттягиваем этот момент. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Иван Зимин, Татьяна, приветствую. Давно с вами работали вместе. Да, да, я вас помню прекрасно. Здравствуйте, Татьяна. Ну, поставил себе галочку, хорошее дело, что дозвонился уже. В начале разговора вы говорили об том, что мы на работе испытываем стресс, а в жизни своей как бы радуемся. А что делать, если ты как раз на работе радуешься, ты на работе самореализуешься, ты на работе развиваешься, получаешь, помимо стресса, положительные эмоции? Как наполнить свою обычную, обыденную жизнь радостью? Да, я понимаю, это такая профессиональная деформация у людей, особенно таких профессий, которые, вот у меня, например, тоже подобная история. Но здесь как раз все проще, потому что иногда бывает, что когда ты слишком любишь свою работу, потом все остальное кажется тусклым. Но здесь я, собственно, вернусь к той идее, что и вопрос масштаба, что на самом деле, если ты возвращаешься к той скорости, когда я говорю, что там выключить телефон и пообщаться с семьей, или просто попробовать получить удовольствие от вкуса того же сока, допустим, или бутерброда, но, по крайней мере, вернуться в тело, потому что на работе мы вообще в теле, как правило, не живем, но если она не связана с массажистом, допустим, он руками работает, так у нас большинство народу, кто в офисе, там они живут не в теле. А тело огромный источник, на самом деле, позитивных эмоций, и если мы начинаем... Так, поподробнее, что такое вернуться в тело? Куда мы из него ушли? О, мы ушли из него. И как понять, что мы вернулись? Отлично, вот-вот, видите, я вас, значит, уже заинтриговала. Живем мы обычно в голове, потому что так вот спрашиваешь, вот, допустим, что вы чувствуете, Лев, сейчас? Что вы чувствуете? Что я чувствую? Да голод он чувствует, я пробежу отсюда. Естественно, завтрак и жду. Но не только, нет. А отлично. Я много чего чувствую? Интерес чувствую от разговора. Так, еще что? Ответственность чувствую, поскольку я в прямом эфире. Еще чувствую недосып, естественно, потому что с утра, рано. Вот и все это абсолютно имеет отношение к неким, кроме голода, все это имеет отношение к мыслям в большей степени, чем ощущения в теле. Пожалуй. Да, а есть ощущения в теле, которых огромное количество. Там что-то, какие-то ощущения есть, например, в ладони, которая сейчас у вас лежит на столе, и она ощущает, вот, сразу человек посмотрел на ладони, у меня есть ладонь. Это что? Боже. Откуда? Да, у меня что это? Да, и это как раз вот и называется, что наше внимание там обычно не находится. А если его туда поместить, то очень интересной и радостной становится жизнь. Ну, просто надо себя, опять же, к этому приучить. Вот, какие у меня ощущения я сейчас в теле. И можно заметить, что есть какие-то моменты, когда у меня прям плечи расширяются, прям идут вот так вот, разворачиваются крыльями. А бывает, когда они у меня вот так вот прямо сами по себе сворачиваются внутрь. Когда они сворачиваются, у меня меньше радости. Когда разворачиваются, больше. И как ни странно, это тоже такая штука, которая может быть связана именно с телом. Что если я себе позволю какие-то движения, почему, например, там люди любят танцевать, в этот момент тело ощущается, получается масса позитивных эмоций за счет того, что там вырабатываются просто конкретные гормоны, которые впрыскиваются. Легальные наркотики, так называемые. Потому что это тело само вырабатывает их. И ты чувствуешь это, просто ум в этот момент не создает ничего полезного, как ему кажется. Это дофаминовое подкрепление, которое идет через мышление, что, а, я что-то создал, молодец. И так раз тебе там дозу положительных наркотиков внутренних там вот этих гормонов. Мы про гормоны. Гормон, гормон. Они так и называются, собственно, они легальные, потому что это, собственно, вырабатывается телом. И это единственный способ, к которому человек привык. А на самом деле гораздо больше там и окситоцин, и дофамин, тот же самый, и пролактин. Они вызывают огромное количество уже счастья, сертонин, но не вырабатываются, потому что они идут через движение. И как раз вот если там сейчас очень много людей стало бегать, заниматься на тренажерах, в том числе, не понимая совершенно, зачем они это делают, в том числе просто для того, чтобы вот вернуться в тело, отвечаю, да, на ваш вопрос. Потому что это значит, что я в этот момент переключаю внимание из мыслительного процесса сюда. И как раз отвечая на тот вопрос, который задал Иван, что если ты не на работе, так вот надо заниматься максимально такими вещами, которые ты как раз можешь не на работе делать. То есть физическая активность. Физическая активность, движение, да, которое... Пришла суббота, танцуй. Танцуй, бегай, или даже если ты лежишь, отлично, лежи, потягивайся в разные стороны, и опять же, просто надо подождать. Ум не дает ждать. А-а-а, ты давай, вставай быстро, полчаса, полчаса. Тянись в разные стороны. Вот учитесь у кошек у своих. Они это делают гениально просто. Вот лежи, тянись в разные стороны, ты проснешься уже окончательно. Встанешь совершенно в другом настроении, у тебя успеет выработаться количество гормонов, необходимое для того, чтобы эмоция возникла. Вот в чем дело. Это прекрасно. Да, это круто. Я еще хотел, знаешь, про что спросить? Во-первых, напомню, 730-101, код Москвы-495. Во-вторых, хотел спросить, лето, пора отпусков. Очень многие люди сидят, не знаю, весь год работают, и вот ждут. Вот долгожданный наступил отпуск, две недели, есть уехать там. Как заранее себя так настроить, как удостовериться, что он хорошо пройдет? Потому что потом у тебя есть вот эти две недели, а дальше опять, значит, волынку. Некоторые люди, они умудряются себе испортить отпуск так, что потом еще надо от отпуска отдыхать. Вот, вот. Да, значит, ну, первое, что имеет смысл, это вот вопрос опять о том, что они сказали, что я не хочу себя настраивать, что все будет офигенно и прекрасно, а пусть идет как идет. Настроить себя на то, что я вполне допускаю какую-то меру неопределенности. Некоторые люди, они прям планируют, что вот в этот день у нас вот это, а вот в этот вот это, а вот здесь мы на две эксклюзии. Ну, вот у меня никогда так не получается. Я пыталась распространировать хоть раз. И слава богу, потому что и так наша жизнь достаточно жестко регламентированная. И даже если там все пойдет так, все равно бессознательный человек будет стремиться прогулять вот это вот желание. Ура, я школьник, я сегодня не... У каждого взрослого человека возникает хоть раз такое желание. Не хочу, хочу прогулять. И в этот момент прям счастье наступает. Вот позволить себе прогулять пару экскурсий назначенных и неоплаченных желательно. Да, это очень... Но даже оплаченную экскурсию прогулять, это может быть огромным счастьем, если я себе разрешаю на уровне ума, на уровне того внутреннего диалога, который призывает тебя быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Потом так лежа у бассейна себя успокоить, зато я себе позволю вот то, что организму было надо в этот момент. И вот это очень важно. Возвращаясь к тому, чтобы жить в теле, очень важно взять в отпуск с собой себя. Потому что некоторые люди себя забывают с собой взять, то есть именно свое тело, с его потребностями. Что действительно мне сейчас сегодня надо ходить на море обязательно в 8 утра. Боже мой, но сегодня мне хочется поспать до 12. Ааа, 4 часа море! Ты ужасно провалил. Да, это правда так. Но у меня выработался целительный совершенно серотонин и оксидатин, который мне позволит вообще себя собрать. Я же в отпуске, зачем? Вот надо себе задать вопрос. Вы едете туда для того, чтобы что? И самое главное, надо спланировать не процесс, а с тем, вы же едете туда, чтобы вернуться каким-то. И вот если ты себе ставишь, ну как вот, когда ты на навигаторе выставляешь маршрут, я хочу доехать, вот допустим, из Серебряного дождя. Он тебе много маршрутов ведь показывает. И там иногда перестраивает его по ходу. Здесь пробка, давайте объедем. Вот ровно таким же способом надо планировать себе отпуск. Я хочу вернуться отдохнувшим, счастливым, полным сил, загорелым. Моя главная цель вернуться. Да, не у всех, кстати говоря. Вот, и это тоже надо себе дать понять. Может быть, мне нужен отпуск больше. Может быть, я там за неделю не успею. Действительно, мне надо две или три вообще тогда. Ну, и обязательно в отпуск надо взять с собой маршруты разные. Или это, или это, или это, или это. И принимать решение прям там, ну, по крайней мере, там раз в два дня. Хочу ли я продолжать так же, или у меня какие-то новые идеи. Сейчас прислушиваюсь к себе. И в этом смысле, опять же, когда мы едем отдыхать с семьей, или с половиной, со своей, или просто с любимым человеком, или с компанией, друзей, все равно надо брать с собой себя. И понимать, окей, ну хорошо, все сейчас хотят переться в горы. А я не хочу. Будет ли это преступлением, если я вот всех отправлю, все всем организую, допустим, если мы с семьей. Все поедут, все будут счастливы. А я останусь лежать у бассейна. И, возможно, я вам сделаю ту самую счастливую маму, и все вернутся, и я всех встречу, и будет замечательно, чем если я буду там мучиться и ворчать всю поездку, зачем я с вами поехала, у меня болит нога, вот. Понимаете, о чем? То есть себя главный в отпуск взять, вот главный секрет. Психолог и тренер Татьяна Мужицкая с нами в этом часе, еще будет несколько минут после небольшого перерыва. Созвездие Льва. Психолог и тренер Татьяна Мужицкая у нас в этом часе, простите, подрезала, но ты пока поподтягивайся. Я хотел сказать ровно то же самое. Вот, вопросы от наших слушателей, плюс 7903-7976-333 и 730-100 и 1495. Вот, например, мы говорили про то, что нужно обращаться к своему телу. И пишет нам Наталья, а если обращаешься к телу, а там что-то болит, и опять разочарование. Вот, Наталья, да, спросила? Да, Наталья. Вот, смотрите, нас опять же с детства учили, что на тело обращать внимание не надо, что оно заслуживает внимания только тогда, когда оно болит. И тогда мы смотрим, что ты чувствуешь в теле? У меня болит коленка. Я в этот момент начинаю вседоржать. Говорю, хорошо. А еще что? Все. Я говорю, хорошо. А как себя чувствует твой правый локоть? У меня как? У меня есть правый локоть. Я говорю, да, да, там какие ощущения? Да вроде нормально все. Говорю, нормально это не ощущение. А, ну там тепло. Я говорю, о, уже хорошо. А ощущения твоего правого уха какие? И вот здесь очень важно понять, что кроме... Это вообще же... Это чистая медитация. Это чистая медитация. Медитация в том числе нужна на это. Но на самом деле ничего нового я не говорю, помимо той идеи, которую продвигаешь сегодня все утро. Я так здесь не делаю, надо сказать. Вот ровно, прям вот, вашими словами. Значит, я говорю действенные вещи. Интуитивно, видимо, да. Абсолютно. Потому что, еще раз, ум пытается все обобщить и сказать, что все твое тело — это твоя больная коленка. Нет, у тебя есть еще масса. Вот ощущения в некоторых других частях тела могут быть вообще весьма приятными одновременно с болящей коленкой. Понимаете, там, вот, о чем я говорю. Так вот, это, опять же, работа сознания. Куда ты обращаешь внимание свое? Поэтому даже, Наталья, я сейчас прошу, просто вот, ну, есть место, которое болит. А как себя чувствует лоб? А как себя чувствует шея? А как себя чувствует живот? А какое ощущение сейчас, не знаю, в бедре? А в стопе? И когда ты понимаешь, что их гораздо больше, то и болеть начинает тоже меньше. Это один из способов обезболивания, если у вас ничего нет под рукой. Как минимум 10 других точек в теле ты находишь, и у тебя внимание рассредотачивается. Потому что боль, она есть. А, например, что делает Натальгин? Он просто убирает вот эту связь. То есть боль остается, а мозг перестает ее так воспринимать. Ну вот, вот это тот же самый момент. Тут, конечно, вот тоже пришел вопрос еще в начале программы общего такого характера. Почему люди изначально настроены на негатив, им требуется вытаскивать из себя что-то хорошее, а не наоборот? К сожалению, это еще, мы в постсоветском пространстве живем, и это будем делать еще довольно долго. Я думаю, что еще пара поколений, наверное. Но сейчас уже наше поколение молодое, я вот сегодня с сыном нагло пришла сюда в студию, вот они уже живут не так. Вот их уже наоборот, бабушки ругают, например, и говорят, да что ж такое, почему же он ничего не делает, и при этом абсолютно счастлив, какое безобразие. Потому что нас воспитывали, нас, мне вот 46, да, и, соответственно, там, родителей, и те, кто чуть попозже, что ты радоваться имеешь право, когда ты сделал что-то для страны. Заслужил, сделал что-то для семьи, это в меньшей степени для страны. И тогда ты получаешь право радоваться. Не просто так, а по поводу какого-то. Да, по поводу, да. То есть это получалось как награда, которую выдают. Да, вот это еще любимая моя, смех без причины. Да, 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 тоже, да, признак. Так вот, как раз наша задача вернуть это себе. Еще раз говорю, тело огромный источник, огромный, который с нами все время. У нас с собой просто источник кайфа, которым мы просто не умеем пользоваться. Как вот эти, любите хлопчатобумажные носки? Нет, и вы просто не умеете их готовить. Вот это из этой серии. У нас тело есть, которым мы просто не умеем из него извлекать пользу. Так ура! И можно радоваться по любой причине. Почему так? Ну, вот так. Исторически нам досталось это. Но дети, если вы на них посмотрите, пока вы не успели их загнобить, и объяснить им, что радоваться можно только по поводу, но можно у них поучиться. Они могут радоваться какой-то вообще абсолютно ерунде, казалось бы, какому-то мячику, какому-то там... Попробуйте прямо их глазами на мир посмотреть. Вы не представляете, сколько удовольствия, может быть, игра с котом доставит вам. Да, а потом тебе кто-нибудь скажет. Обязательно. Все время с котом смеешься или с котом играешь. Обязательно скажет. И тогда это продолжает отвечать на вопрос Ивана. Знаете, как некоторых слушателей раздражает мой смех, например? Вот прям пишут мне с утра до вечера. Вот я думаю, как бы их заставить смеяться. Да. Вот, собственно, мы и ответили на вопрос. Если вы не можете этого делать на работе, делайте это хотя бы дома, когда вас никто не видит, или в отпуске. Некоторые, кстати, специально ездят в отпуск в такие места, где можно по-дурацки смеяться и чувствовать себя по-детски счастливым, без всякой на то причины. Татьяна Мужицкая, психолог, тренер, была с нами. Спасибо вам огромное, Татьяна. Спасибо. Давайте смеяться и будем счастливы. Давайте, давайте. Мы сейчас прервемся на пару минут, можно посмеяться как раз. А потом про футбол посмеемся. А потом про футбол посмеемся. Целый час будем смеяться. Спасибо.